Ну что, давай проверим, есть ли у тебя базовый уровень общения в английском. Я буду использовать свои подсказки, чтобы задавать тебе вопросы. Первое – это твое умение представиться, твое умение базово начать вообще общение. Это такие вопросы как Ответьте на эти вопросы. Посмотрите, что происходит в первые секунды. По-честному, пожалуйста, вы этот тест сделаете для себя. Как только я вас спросила «How are you?», у вас возникло автоматическое желание ответить на этот вопрос. Я вас спросила «Where are you?», «Tell me about yourself». У вас возникла автоматическая речь. I am in my hotel room. I am an English teacher. I teach English. Возникла ли у вас вот эта мысль, рот открылся и пошла ли речь? Нет? Вопрос к автоматизмам. Может быть, знаете второе, что? Вы сделали вот так. Так. How are you? Это как, да? Ну, I'm fine, thanks. Where? Это где? I'm at home. I'm in my car. I'm from. Так, вот. То есть, что я сделала? Это не просто мы увели взгляд куда-то туда, в нашу память или где у вас там все хранится в голове. Хотя физически мы не видим, да? Мы не можем пощупать, где это. А вы, соответственно, начали вспоминать. Механизм вспоминания – это то, что в первую очередь основная причина, по которой мы губим свой собственный прогресс при изучении языка. Механизм памяти, он просто убивает абсолютно, полностью на нет сводят все наши достижения. Мы даже сами не до конца осознаем, какой огромный урон мы наносим себе и своей способности просто и легко заговорить. Про механизмы, как учим, как мы не учим, как правильно, неправильно, я буду говорить отдельно. Мы с вами тут проверяем наш уровень языка. Оцените точно, сколько секунд вам нужно, чтобы подумать, сколько вот прям по времени. Оцените, посмотрите, можете перед зеркалом встать. Оно у меня там не зря на заднем фоне где-то маячит. Оцените, что внешне с вами происходит, как вы, остаетесь ли вы самими собой, как только вас спросили, how are you, или что там происходит. По-честному посмотрите на это, оцените. Следующий набор вопросов. Where are you from? Tell me about your family. Where are you from? Tell me about your family. Сколько предложений вы можете сказать? Тут обычно, особенно если вы когда-то и закучили, то, знаете, у нас уже как это заведено, I have a mother, I have a father, ну, если мы взрослые, I have a wife, I have children, I have a husband. Тут, мне кажется, мы более-менее всегда хорошо с этим справляемся, но тоже оцените, насколько это легко, насколько вы это делаете не вот, ой, я это помню, поэтому сейчас я вот как в школе отчеканю. А насколько вы в моменте общаетесь, насколько вы доносите эту информацию, вы не улетели, I have a wife, куда-то что-то, кому-то сказали об стену, не знаю куда, об потолок, а вы говорите это мне сейчас, вы со мной общаетесь? Или, соответственно, если это собеседник, вы с ним общаетесь, оцените это. What's your favorite food? What do you eat daily? What's your style? What do you wear? What do you like to wear? Тут, на сколько у вас хватает, да, можете вы сформировать одно, два, хотя бы три предложения про это рассказать, ответьте мне на эти вопросы. What's your daily routine? What's your daily routine? What's your regime? I try to wake up. Или вы без try говорите, вы не знаете, что такое try. Смотрите. Try it, пытаться, да? Я пытаюсь, стараюсь просыпаться там. I try to wake up at 7, 8. This is when I wake up. This is my regime when I go to bed at 11, probably 12, but not later. Следующее. What's the weather like at your place? What's the weather like? Today is quite cold at my place. Tell me about your health. What do you do to keep fit, to keep healthy? Вот тут, пожалуйста. Вы вообще поняли мой вопрос? Ответьте на него. Что вы можете сказать? Сколько предложений? Насколько легко? Выдавливаете ли вы из себя? Tell me where you live. Tell me your... Describe me your living conditions. Попишите мне ваши условия. Do you live in a house, in an apartment? Do you live? Where do you live? Вот тут тоже. И еще два момента. What do you like to do? What are your hobbies? What's your favorite things to do? How do you spend your weekend? And what do you usually buy? Why do you go for a shopping? How often do you shop? Вот приблизительный первичный список вопросов, на которые мы с вами должны быть способны отвечать, понимать, вести разговор, диалог, понимать это в живом общении. Да, мы сейчас с вами проверяем наш уровень общения, активный уровень языка. Что мы умеем, что нет. Обратите на это внимание, потому что пассивный уровень языка, там уровень понимания, понимания текста, на слух видео, на это будут отдельные тесты ниже.